идем дальше еще одна история которая мало кто заметил но считаю очень хорошим образцом того чем сейчас в россии можно заниматься это вот эта группа рэйч ритейл хорика группа запустил очень имела большой успешный проект они сделали кофейное решение для заправок соответственно они поняли следующую проблему есть огромное количество заправок там правильно там наблюдается следующая проблема люди хотят выпить кофе ну когда на кассу подходят тебя обычно все хотят заправиться быстро оплатить быстро уехать если кто-то начинает на кассе заказывать кофе если начинаются еще вопросы там а с молоком или без с каким молоком а какой объем это начинается тормозить и у продавщицы стресс этот кофе потом занимает сделать там несколько минут а у людей и вот эта вся стрессовая ситуация она не работает а соответственно все проигрывают они поняли что можно создать вот такие как бы автоматы где можно полностью самостоятельно да как self-service само обслуживание она воспринимается людьми частично даже лучше чем когда кому-то надо объяснять ты очень спокойно подходишь выбираешь себе свой идеальный кофе все как ты любишь вот идеально персонализированно да и потом получаешь кофе просто получаешь талон и идешь уже на кассу чисто оплачивать тот кофе который ты уже взял и ты уже наслаждаешься и у кассиров просто приходит когда там зерно заканчивается или молоко заканчивается им приходит сообщение что надо досыпать и они как бы намного меньше отвлекаются от процесса там получается нам и они доказали что на нескольких заправок что намного больше кофе продается и очереди уходят и как бы и клиенты более довольны и кассиры более довольны и все и из-за владельцы заправок все выигрывают и сделали вот такое айти решение плюс продукт который от комбинированная такая блок блок который встраивается в азс и доказали это естественно за очень за очень короткий срок они сейчас вошли в 5000 заправок компанию в новостях была попытка купить именно вот эту часть компании за 20 миллиард рублей 300 миллионов долларов я считаю это вообще супер супер бизнес-модель ее можно недорого построить доказать и использовать это как бы то что вот философия да в мире есть все ресурсы да как бы их надо пересобирать по-новому вот они ничего нового от большого не добавили они используют плохо используем в россии в мире есть не только заправки в мире есть производственные площади и склады и сейчас к огромное количество офисов есть столько всего на самом деле мир просто находится в изобилии ресурсов человеческих и те кто научивается и пересобирать может очень быстро за небольшие инвестиционные деньги построить большую историю успеха ну вот и это хорошая бизнес-модель для россии на данный момент потому что это чистый кеш сразу с первого дня с каждой чашки кофе ты просто зарабатываешь деньги да соответственно тебя быстрая окупаемость быстрый кеш и здесь в принципе даже если они не продадут этот бизнес я не знаю продали него или нет просто будут зарабатывать десятки миллионов долларов прибыли сто процентов и это мог сделать любой предприниматель для этого нужно там просто b2b продажи уметь залезть договориться проверить но это это не сложно сделать огромное количество разных сетей заправок с которыми можно договориться и вот теперь они это расширяют как эти решения как готовы решения очень интересный кейс и хороший пример и дешевле и лучше и все как бы во всех трендах которые только можно быть идем дальше сейчас делаем экскурсию в индию я очень люблю смотреть индию китай соответственно бенди сейчас происходит два больших развития первое это фэнтези спорт так называемые комбинация онлайн оффлайн спортивных всяких вещей и онлайн образование индия я вместе с китаем номер один онлайн образование и там есть чему поучиться давайте посмотрим недолго на фэнтези спорт в альфа-банке мы часто думаем каким должен быть продукт для и п и малого бизнеса каким должен быть вообще банковский счет и как всегда я считаю во все что я видел в своей истории все что сработало это всегда было просто поэтому альфа-банк сделал самый простой продукт бесплатное открытие счета бесплатное обслуживание все бесплатные переводы и единственные затраты это один процент от всех поступлений таким образом предприниматель может очень четко планировать все расходы наступают только в том случае когда есть поступление когда нет поступления и нет затрат не происходит кассовый разрыв никаких скрытых комиссий никаких сложных систем которые может отследить только бухгалтер и предприниматель может сфокусироваться на самом важном как расти свой доход как сделать чтобы твой продукт стал востребованным и вторая часть что важно для предпринимателя я недавно это протестировал сам это конечно же скорость открытия счета сейчас просто рекордный открыть счет можно за пять минут я попросил при открытии компании недавно открыть счета во всех банках для бизнеса и получился номер один самый быстрый счет это альфа банк просто чтобы не думать быстро просто и дальше наступает самый важный вопрос создавать ценность для своих потребителей для своих клиентов все подробности по этому счету вы можете найти в описании к этому видео поехали вот соответственно такой гейминг да ну при этом в чем смысл я так понимаю что ты смотришь какие будут игры например крикеты следующий ты выбираешь какую-то команду до которую ты считаешь будет лучше всех играть из игроков и потом происходит реальная игра и зависимости от того насколько ты хорошо предсказал то будет хорошо играть то не очень и так далее ты получаешь там очки выплаты и так далее может быть это вот достаточно похоже на ставки на спорт но вот самая крупная компания да соответственно вот как бы крикет футбол волейбол хоккей баскетбол да соответственно там ты можешь вот смотреть игру выбирать игру в основном это на мобильных телефонах я так понимаю да происходит и выбираешь там игроков и люди соревнуются да как бы соревнуются есть какие-то там параметры ставки но это похоже на ставки на спорту немножко по-другому вот видно что сайна бонусы до пикер game вот и выигрывать можно там более интересно смотреть потом такая история выросла в инде там по всем видам спорта один миллиард человек так по моему смотрят там этот крикет и там есть огромное можно свои лиги делает свои правила устанавливать в общем кому интересно вот эта сфера да как бы конечно она очень денежная там кому интересно эта сфера я очень рекомендую посмотреть на вот индию там много компаний которые этим занимаются мне кажется один из самых больших трендов до люди как бы больше время дома из дома ну хотят смотрят и вот это комбинация онлайн оффлайн и вот это все смешать некую груда которая непредсказуемо интересная в этом однозначно что то есть но здесь есть если там большой элемент как бы ставок на спорта что там беттинг и так далее это будет естественно против моей философии якобы дальше копать в этом не буду ну кому это интересно как сфера я бы рекомендовал еще одна интересная компания в индии это вот urban компании соответственно мне очень нравится это по сути как профиру нужно огромное количество сервисов людям до которые невозможно букировать так даже на профиру ты ищешь электрика потом тебе пишут 107 человек потом ты должен выбрать потом договариваешься с ним потом он тебе приходит говорит что ой 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 вот это вот это сложно очень 10 плюс 10 тысяч к той цене который я думал и так далее вот это вся турецкий базар потом тебе профиру три раза звони договорились в линии это сколько ты заплатил и обманул ли в общем вот эта вся история мне кажется она очень суп оптимальная очень да как бы вот здесь urban они немножко по-другому они говорят что есть определенные услуги с определенными сертификатами можно их исполнять они проверяют очень четко регламентируют цены сколько должно стоить потом можно просто заходить и букировать да вот раз понедельник в пять часов мне надо сделать это и они сами уже выбирают специалиста который приходит исполняет в том качестве который тебе надо ту услугу который тебе надо в то время когда тебе надо и это очень сильно убирает этих транзакционных издержек это как раньше когда при каждой поездке такси нужно было торговаться тогда сейчас это просто происходит автоматически все доверяют системе что она вот как-то правильно все это оценивает и так далее я считаю что однозначно нужно как бы вот у них все от там вот у них pest control да это вред борьба с вредителями painting вот я недавно мне надо было покрасить дом оказалось очевидно непростая задача очень много времени это занимает к сожалению да там хотя это достаточно стандартная вещь так как бы естественно очень много болевых точек поэтому мне кажется вот такой интересный тренд marketplace естественно да как бы стоит построить а можно начинать с одного города научиться как-то это стандарт ну вот я думаю что будет очень много движения в этом направлении и это конечно это как это типичная бизнес-модель которая может долго там и зарабатывать но когда она становится системообразующей таких компаний я думаю будет большое количество и не только b2c и b2b я думаю очень много услуг которые потребляют бизнес и будут сделаны похожим способом да соответственно может быть даже в b2b это даже еще более актуально сейчас да когда тебе нужно посмотреть все виды бизнесов какие услуги они потребляют и как это происходит как и как это можно сделать иначе достаточно интересная бизнес-модель идем дальше второй тренд это образование и там действительно бежу мы уже разбирали эту компанию в одном из выпусков который сейчас оценивается в 10 миллиард долларов есть вторая компания накидами я так понимаю вот софтбанк ложил до софтбанк последнее время что часто мимо стреляет но оценили а накидами в бог там два с половиной миллиарда долларов и кстати вот эти подписки везде сейчас да как бы интересны тоже как бы отдельная как бы бизнес идея да там мне кажется сейчас такое количество подписок люди вот просто вот везде вот мне надо чтобы читать какую-то статью мне надо куда-то подписаться 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 мне кажется людей вот эти подписки растут 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 1 доллар там пять долларов здесь 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 и когда это когда уже в месяц будет сниматься сотни долларов у всех людей и люди даже не знают где никогда за что подписались и так далее будет очень хороший тренд сервисы подписки до когда ты просто я думаю для банков это хорошая возможность чтобы просто позволять человеку быстро увидеть все его подписки отписаться от всего что ему не надо уже потому что вот это конечно сейчас все хотят все по подписке даже на одноразовые какие-то транзакции там сразу подписка на два года но продолжим по анекетами интересно в чем же в чем же как бы вот такой интерес вот анекетами сразу да как бы интересно вот personal development это я залит они меня почему-то уже определили личностное развитие прям сразу простой простой сайт это что вижу видно я думаю основной как бы у них конечно на на телефоне да как бы сразу понятно но насколько я понимаю анекетами есть вот огромное количество курсов опять по подписке да как бы который можно выбирать вот и можно конкретно вот на железную дорогу на армию все стоит готовится там тет экзаменом стоит все-все-все шахматы вот соответственно я так понимаю но основная основная доля наверное у них вот именно подготовка стать сотрудником банка вот девять тысяч курсов экзамены railway там самые большие работодатели да как бы которые есть айти как бы и так далее и полностью онлайн образование но фишка фишка этой штуки это это что обучение происходит в прямом эфире это очень важно когда мы например запускали телемагазин 10 лет назад уже было много телемагазинов там были за записи как бы разных там товаров и так далее а мы сделали в прямом эфире это сделала ключевую разницу да соответственно я так понимаю что он анекедами основная основная мысль в том что это в прямом эфире в прямом эфире да вот вот есть видео подготовка к любым видам популярных работ и вот эти курсы они происходят классов прямом эфире общение сообщества вокруг курсов прямом эфире фидбэк экзаменация и так далее соответственно здесь одна подписка которая позволяет тебе вот любые любые сферы от философии для экономики изучать и естественно все остальное они делают так же как все у них там известные знаменитый если ты учишь шахматы тебя учит грандмастер который практик они не хочешь хорошие как бы люди вот которые ведут эти курсы в общем мне кажется самое интересное это что это все происходит в прямом эфире интересная история вот оценка полтора миллиарда долларов интересная история идем дальше тоже история которая меня запустила цепила но сложно найти это black cat черная кошка компания китайская которая становится таким медиации жалоб клиентов да мы все являемся клиентами иногда мы чем-то недовольны но у нас нету кого-то кто может за нас эту проблему решить если бизнес эту проблему решать не хочет да очень часто особенно когда мы взаимодействуем с компаниями где мы будем клиентом только один раз да там по сути как бы именно наплевать на вот как часто ты например говоришь там вот что-то какая-то жалоба да и продавщица или кто-то тебе говорит да мы его напишите жалобу менеджеру или кому-то она говорит да мы уже тысячи раз писали там ничего не происходит это просто черная дырка вот поэтому вот в китае возникла компания черная кошка куда можно обратиться сказал вот компания вот моя жалоба вот какая проблема и они как такой независимый суд до пытаются это разрешить и прийти к решению которое устраивает бизнес и клиента они как бы пытаются занимать нейтральную позицию потому что клиент тоже бывает как бы не прав как минимум за счет того что они делают вот эти кейсы публичными они добиваются того что бизнеса очень остро на это реагируют и пытаются сделать все чтобы устранить вот эту жалобу черный пиар по компании не зря нам наверно за не называется черная кошка вот я думаю что это очень хорошая вещь потому что я вижу в социальных сетях часто люди фрустрацию свою пускают там у них какая-то проблема они пишут пост и это да и потом конечно представители компании реагируют на этого извините пожалуйста мы сейчас все исправим и так далее но людям не очень хочется это делать вот вот этот негатив выливать на своих друзей на всех своих подписчиков и так далее поэтому это такой по такой последнее оружие намного проще чтобы это была платформа на которой любой который потом естественно если человек ищет какую-то компанию он находит вот эти вещи он видит были они разрешены или нет соответственно вот есть жалоба вот она разрешена вот она в процессе все описывается все делается прозрачно и как бы это это интересно как бы бизнес-модель до marketplace который помогает конечно в первую очередь повышает власть потребителей потому что иногда власть находится в несправедливом месте особенно вот например действительно когда мы например как туристы где-то мы знаем и люди знают что мы там только один раз они когда больше не нас не увидят есть всякие мотивации там делать плохие вещи поэтому это защищает людей и это делает прозрачным практику многих компаний и заставляет их разрешать эти вещи мне кажется достаточно хорошая как бы задумка с точки зрения резолюции конфликтов и так далее может быть кому-то это будет интересно вот такой бизнес посмотреть вот черная кошка вот у них вот где-то кто-то нырял именно сняли больше денег чем они хотели вот кто-то купил лук ему не не вовремя привезли и так далее и так далее и так далее соответственно и конечно в общем я думаю мир идет к открытости и вот пять тысяч у них жалоб приходит в течение суток и дальше как бы я думаю как бы это коллективные жалобы и так далее продолжаем еще интересная история чоку очень простая как часто вы приходите в ресторан вы бы вы смотрели меню выбрали потом говорите это 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 узнаете что и этого и этого этого нет да соответственно официант просто я недавно был ресторане где пять вещей которые я выбрал подряд не было да соответственно это все за счет не оптимизированные поставки продуктов плохого учета и это это вечно происходит и вот чоку это мобильное приложение которое помогает ресторанам взаимодействовать своими поставщиками вот я поставщики которые поставляют напитки там выпечку какие-то сухие товары фрукты овощи вот у меня отдельная компания винти который делает только вот этот сегмент и она выросла там очень 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 крупную компанию шоколад и так далее то и вместо того чтобы делать это вот сапе где непонятно что происходит соответственно меньше ошибок быстрый заказ меньше out of stock и хороший битуби вот очень быстро сразу там вот прям переписки заказываешь выбираешь все приходит хороший хороший но мне очень нравится вот это битуби вся вот все маркетплейсе битуби естественно потом они могут и предлагают других поставщиков которые могут заменить и улучшать эту всю экосистему там бесконечное количество возможностей хорошо эту компанию строить потому что вот 6000 ресторанов в принципе 6000 ресторанов можно даже вручную обзвонить обходить пешком предложить залезть потом это как битуби намного дешевле строить чем битуси потому что не нужно создавать бренд не нужно вот какие-то массовые вещи делать а можно очень штучно шаг за шагом строить бизнес доказывать гипотезы меняться и тогда идем дальше гилд мне понравилось тоже опять битуби компания которая у всех компании есть какие-то привилегии для своих сотрудников они всегда думают про это какие-то иногда придумывают странные вещи там обычно всегда есть какое-то страхование фитнес и там что-то еще но вот гилд поняла что самые лучшие самые лучшие привилегии это образование и вот соответственно почему не давай всегда говорят что лучше возвратная инвестиция это образование инвестиции самого себя соответственно не помогают помогает компаниям создать вот всякие как бы дополнительные курсы образовательные и естественно когда человек получает это как привилегию он скорее всего это как деньги так которым он хочет воспользоваться и выигрывают и работодатель и поставщики курсов и конечно работники трехсторонная платформа и очень прекрасно соответственно есть сеть академических провайдеров соответственно программы специально делаются для рабочих взрослых соответственно должно быть вот cyber security бизнес администрация вот тот кому надо очень персонализировано и ты получаешь как бы возможность и конечно сотрудники очень ценят когда компания в них вкладывает там скорее всего есть какие-то договора что они там какое-то время после обучения должны проработать в компании либо вернуть деньги что-то такое наверное есть но в целом это очень интересная компания которая сейчас набирает обороты и вот одна как раз вот собрать 5 года пройти работодателей подписать их пройти поставщиков ячеечных каких-то дополнительных образовательных историй и это когда соединяешь получаешь достаточно большой поток